Синс-президентизм чевелтан эйтат виса обрывда. Акуэн удашев нишно, Бадони Бесланы им ишуят гаммунаклес, не егушь, не ба, энгушь мигмац ховрэвтаган, румэнц аргауру бишь, чуэнтан саджаро коммуникацияс. Бадона Беслана, приветствую вас. Спасибо большое, что вы принимаете участие в нашей передаче. Я вот уже сказала в предисловии нашему зрителю, что вы относитесь к тому редкому исключению с афхазской стороны, кто никогда не против публичного контакта, публичной коммуникации с нами, с грузинской стороной. Еще раз спасибо вам за это. И первый вопрос. Наблюдая за информационными средствами Абхазии, в принципе очевидно, что не вся общественность довольна властью. И, как неизвестно, 21 октября состоялся 6-й внеочередной съезд оппозиционной партии Ам-Цахара. И была принята резолюция, я прочту, если можно, признать руководство Абхазии антинародным, неспособным и нежелающим достижения национального согласия и полноценного развития государства. И выразили участники недоверия. Раулю Хаджимба как президенту и потребовали его немедленной отставки. Насколько серьезны заявления оппозиции в Абхазии? И намечается ли раскол общества по политическим симпатиям и антипатиям? Добрый день. Спасибо вам за то, что вы передаст или меня дали такую оценку. На самом деле, многие политики в Абхазии открыты, они не скрывают свои мнения и готовы ответить на ваши вопросы, если вы не обратитесь. Что касается ситуации в Абхазии, то идет на самом деле процесс становления демократического общества. Я бы писал, грамматизировал то, что происходит сегодня в Абхазии, и идет процесс, мы потихонечку учимся демократии. Мы можем сегодня утвердить, что за просветки 20 лет у нас все выборы, которые были в Абхазии, они происходили на конкурентной основе. Заранее не предсказуем, которые были только нам. То же самое касается выборов всех уровней, которые происходят в Абхазии. Имеется в виду и парламент, и местных городских советов, так сказать. И везде эти контрактные проекты. И что радует, поскольку даже участвуют в этих выборах. По сути дела, мы предупреждаем сегодня процесс демократии, которая постепенно перемещается все-таки с площадей на другие площадки. И в этом смысле, в Абхазии, мы принимаем сейчас все меры, чтобы этот процесс принял такой неопределительный характер. И одна из мер, которая призвана решить этот вопрос, это мера по созданию, по предложению президента Абхазии создать политико-конструктивный сайт президента Абхазии, который мог отдать все животные, которые существуют в нашем обществе. Вот такой процесс сейчас идет, создание этого органа. И я думаю, что это один из шагов. Второй шаг, который предупреждается, это вещество парламента Абхазии, в последнем, несколько лет назад, и увеличивается в последующем количество депутатов. Абхазии, где-то 55 человек. Да, Батану Бориславович, я прерву, если можно, я тоже прочла эту информацию. 55, в принципе, в этом мы схожи. У нас тоже очень много депутатов, но у вас процентно получается еще больше. Это чем вы объясняете? На бюджетные деньги больше людей хотят жить более комфортно. Или 55, это небольшое количество. Я тоже считаю, что у нас тоже очень большое количество депутатов, 150. Тем более, для очень маленькой Абхазии, 55 это оптимальный вариант? Или это просто любой комфорт? Тут, конечно же, не стоит вопрос о том, чтобы увеличить количество в бюджете гражданской. Конечно, не эта причина является увеличением количества депутатов. Почему? Они не будут получать зарплату с бюджета? Я думаю, они будут получать зарплату, но не это является причиной увеличения количества депутатов. Дело в том, что у нас парламент нынешний, он формируется только по ажоритарной основе. То есть люди выдвигают себя, баллодируются и побеждают. Если мы идем по пути развития демократии, то как нам представляется, парламент должен состоять не только из ажоритариев, но он должен также представлять политические силы в Абхазии, которые есть. То есть политические партии должны бороться за свое представительство в парламенте. Поэтому половина депутатов будет партнероваться на мажоритарной основе, вторая половина будет партнероваться на политические партии. По партийским спискам, то есть по спискам, да, партийным? Да, собственно говоря, так же точно, как и в Грузии, как и во всем мире нормальные демократические страны. Раз вы затронули демократию, Бат-Нобеслан, я прошел год, ну чуть меньше года, ну в принципе, да, почти год прошел, после подписания соглашения об интеграции Российской Федерации и Абхазии, это довольно-таки серьезные, большие документы. Вот через год, что вы можете сказать? Я сейчас напомню нашему зрителю, что там речь шла о гармонизации, в принципе, и законодательства, и социальной сферы, бюджетной сферы Абхазии с Российской Федерацией, да. И с этим было связано вот перечисление тех 5 миллиардов рублей от России в бюджет Абхазии. Вот прошел уже год, общество Абхазии с довольно результатом. И как себя ведет, в принципе, Россия? Она исполняет те обязательства, которые взяла? Как мне известно, очень малый процент денег перечислено из того сказанного 5 миллиарда рублей. Я отвечу следующим образом. Конечно же, никто не проводил никаких специальных исследований на предмет того, довольны население и недовольны. И вообще я не считаю это предметом каких-то исследований. Во-первых, прошло очень мало времени, для того, чтобы какие-то исследования проводить. С другой стороны, я хочу вам сказать, какие цели и задачи преследовало то соглашение, которое было заключено, и какие цели преследовало Абхазия. Значит, главный вопрос заключался в следующем. Стал ли более безопасен для Абхазии мир после подписания этого соглашения? Ответ утвердительный. Да. Для Абхазии безопасность стала выше. То есть два года тому назад безопасность была ниже, а вот уже этот год безопасности. Что повысило безопасность? Ну, вы понимаете, в чем дело? Ведь жизнь не стоит на месте. Если вы думаете, что Грузия сегодня совершенно безопасно живет, так сказать, то... Я уверена в этом. Не то, что думаю. Вы посмотрите, что происходит на ваших границах ближайших. А ведь мы с вами совершенно недалеко находимся от самого очага, который сегодня может взорвать весь окружающий мир. Если, не дай бог, это произойдет, то мы с вами первыми... Вы о террорическом государстве, да, о Багил сейчас говорите? Конечно, конечно. И я вас уверяю, что это была главная опасность в Абхазии сегодня. Мы считаем, что мы сегодня больше защищены, чем были защищены, допустим, год назад, два назад. Вот это первая часть ответа. Извините, я тогда разъясню, господин Беслан, я сказала, я задала этот вопрос, потому что безопасность, это всегда связано с Табилисией, поэтому я думала, что вы это имеете в виду. Но, в принципе, год тому назад ИГИЛ-то активно не был так на арене международной. Сейчас я поняла, что вы имеете в виду. Сейчас я поняла, да. Он все был, он уже не первый год, во-первых, существует. Во-вторых, если вы смотрели, вы, я знаю, внимательно следите за моими выступлениями, да, события в Сирии, когда начались, я и мои коллеги, эксперты по вопросу Сирии в тот момент, Да, да, чтобы принять беженцев, да, я помню, да, конечно. Вы говорили о том, что ситуация напрягается, что сирийский регион, он не простой регион. Да, это я помню. И все это может привести к маломасштабным боевым действиям, когда будет гибнуть очень много людей. Вот сегодня мы наблюдаем именно этот процесс. Я уже боюсь что-либо прогнозировать вперед, потому что ситуация меняется каждый день, и каждый новый день может привести очень нехорошие новости, в том числе и для нас с вами, как людей, которые находятся недалеко от зоны конфликта. Да, понятно. Ну, это ясно. В принципе, я думаю, что и без этого соглашения об интеграции Россия бы обеспечила безопасность Абхазии, но это другое дело. Но я бы хотела вот финансовая помощь, финансовая сторона, поддержка России. Это очень такой полезный и существенный вопрос, как я думаю, для абхазского общества. Вот в этом плане исполняет свои обязанности взятая Россия вот эти деньги, которые она обещала, она перечислила? Или только безопасность, ощущение безопасности? Я могу активировать, естественно, только теми данными, которые я получаю из открытых источников, имеется в виду пресса, телевидение. Вот никакой другой особой информации я не обладаю. Могу вам сказать, что помощь Российской Федерации и Абхазии, она складывается, естественно, составляющих. Есть часть денег, которые ведут на повышение уровня зарплат, те занятых, допустим, в каких-то... Бюджетных организациях, да? Не во всех бюджетных организациях, а узкоспециальных. Имеется в виду МВД, имеется в виду, видимо, служба безопасности, имеется в виду военные. То есть, вот, и имеется в виду, так и пенсионное обеспечение, имеется в виду много разных, как бы, расходов, где Российская Федерация оказывает помощь в Бюджетово-Абхазии, да? Но есть еще другая статья, значит, в которой оказывается помощь, это так называемая финансовая помощь по инвестиционным программам. Вот, там сосредоточена серьезная сумма, которая должна была быть направлена на развитие инвестиционных проектов в Абхазии. Вот, насколько я знаю, значит, в этом году, значит, вот этих денег, да, именно на инвест-программы, которые были направлены, перечисляется очень мало, и, ну, до конца года еще, как бы, есть время, да, но денег мало, как бы, приходит. И, соответственно, вот и в прошлом году, в прошлые годы, вернее, эти деньги, когда приходили, они, значит, через мультипликационный эффект помогали в доходной части бюджета Абхазии. И Абхазия получала, значит, прибавку, как бы, в доходах бюджета, что позволяло ей легко выполнять, легко-нелегко, конечно, всегда сложности были, но выполнять свои обязательства по административной организации. Как у меня есть информация, вот вы сказали, что это добавлялись эти деньги, но, как мне известно, до 70% бюджет Абхазии дотационный. Ну, я сейчас не готов о цифрах говорить, потому что, скорее всего, 50 на 50, вот так вот можно сказать, не 70, но дело даже не в этом. Так вот, в этом году мы в условиях, когда мы не получаем денег, значит, вот по инвестпрограмме, соответственно, у нас нет вот этого мультипликативного инфекта в дополнительных доходах, да, руководство Абхазии в этой ситуации сумело развернуть ситуацию таким образом, чтобы увеличить доходы в бюджет Абхазии. И не подвести тех, и выполнить те обязательства, которые оно брало на себя по отношению к работникам бюджетной сферы. Насчет чего повысило? Насчет чего? Ну, во-первых, значит, тихо-тихо, медленно, может быть, да, мы все хотели бы, чтобы все это было быстрее, да, но реформы у нас уже начались. У нас лучше стала работать налоговая служба, у нас лучше стали работать другие органы финансовой власти, которые призваны обеспечить собираемость денег. У нас фискальные органы начали отслеживать ситуацию в тех государственных предприятиях, которые сегодня приносят очень серьезные деньги в доход бюджета Абхазии. Я имею в виду, ну, к примеру, предприятие, которое находится в заповеднике на озере Рица, есть предприятия, которые связаны с объектами, которые посещают очень много туристов. Одним словом, доходная часть увеличилась, и очень серьезные деньги стали поступать. И задача, которую ставит президент Хаджинберг перед своим правительством, это задача научиться жить на собственные деньги, чтобы не быть зависимыми от внешней помощи. Я думаю, что это правильный путь. Да, это болезненно, это сложно, потому что вводятся те налоги, или увеличиваются, может быть, те налоги, которых не было раньше. Но другого пути, к сожалению, для Абхазии нет. Если мы выбрали путь построения независимого государства, то мы вынуждены, так сказать, научиться жить на собственной доходе. Да, и пополнять бюджет 100% своими силами. И один вот такой вопрос, очень интересный и болезненный, по-моему, стоит как источники, опираясь на абхазские источники, на абхазские СМИ, в принципе, проблему представляет в Абхазии, для власти Абхазии, тот факт, что жители Абхазии принимают медицинскую помощь за Ингури, то есть на контролируемой территории Тбилиси. Почему это является угрозой, и что может альтернативой, как альтернативу дать, например, Абхазии своим гражданам, запрещая принимать медицинскую помощь от грузинской стороны? И еще, в Адмобеслан, у нас проводится, вы, наверное, знаете, программа против гепатита С. Это очень уникальная программа, в принципе, и излечение одного человека стоит 80 тысяч евро, но наши граждане получают этот сервис бесплатно, абсолютно, и также этим могут воспользоваться и жители Абхазии, и жители Схенвальского региона. Но и в этом плане абхазская власть, так называемая власть, для меня она так называемая, и поэтому я буду так называть. Вы будете называть так. Давайте мы договоримся о термин. Вы как хотите так называйте. Я тебя держу в руках, вы же видите. Я не позволяю себе ни одного, так сказать, резкого слова. Я тоже, я тоже. Вот это тоже, я вас очень прошу. Я понимаю, но мы не признаем. Это власти Абхазии, законно избранные, абсолютно, на российские выборы, а вы будете так называемые власти. Я хочу, чтобы наш диалог состоялся, тогда я этот термин не буду использовать, я скажу Сухуми. И Сухуми против, чтобы жители Абхазии воспользовались этой программой. Это не жестоко, по-вашему? И чем может это помешать, если человек будет жить, вот это очень успешно у нас закончилось, несколько десятков тысяч уже абсолютно излечились от этого недуга, от гепатита С. Что будет плохого в том, что если жители взамен же, никто ничего не просит? Значит, давайте так вот, да, это вопрос, который требует такого развернутого, наверное, ответа, да. Сама по себе возможность оказания помощи людям, которые в этом нуждаются, я имею в виду медицинской помощи, если кто-то кому-то оказывает помощь, это дело благородное, никаких возражений против этого нет у него одного нормального человека. Но как только этот вопрос превращается в политику, вот тут начинаются проблемы. Вот о чем идет речь. А почему политику? Что вы имеете в виду? Взять, допустим, аспекты медицинской помощи, да. Вот сегодня, например, мы знаем о том, что, значит, на территории Руфи строится большой медицинский центр, допустим, да, который призван, как мы читаем в прессе, значит, будет обслуживать жителей Гальского района, жителей Абхазии, в которых нуждаются медицинской помощи. Там, значит, помимо средств грузинского библиотта, там есть деньги, насколько я понимаю, западных стран, которые помогают очень сильно, значит, по всех этих вопросах. Слушайте, ну, если вы действительно хотите помочь Абхазии, да, почему бы, допустим, не построить на территории Абхазии вот тем же западным спонсором, так сказать, объект медицинский, в том же Гальском районе, допустим, да, чтобы люди, значит, могли бы на месте получать какую-то хорошую, значит, на современном уровне медицинского библиотта. В одно иное слово, вы затронули очень... Допустим, допустим, одно иное слово. Нет, одно иное слово. Очень интересный вопрос, просто у нас сейчас рекламная пауза, мы продолжим, и у вас будет возможность закончить вашу мысль, и у меня тоже появились некоторые вопросы по этому поводу. Мы вернемся очень скоро в эфир. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»